Дорожная безопасность Каждый день читаешь новости о том, что у нас происходит в областном центре серьезные ДТП. Пешеходы, наезды на них, столкновения автомобилей, наезды на велосипедистов и зачастую страдают дети в этих авариях. И недавно мы разговаривали с представителем управления ГИБДД УМВД России по Кировской области Марии Шиляевой, и она отметила, что у нас в целом по области идет увеличение числа погибших в авариях на дорогах региона по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня мы будем говорить подробно об этом. И наш гость Михаил Рябов, начальник отдела ГИБДД по городу Кирова, подполковник полиции. Добрый день, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил Александрович. Общее количество дорожно-транспортных происшествий и количество раненых, погибших, мы наблюдали рост. Безусловно, с осложнением обстановки мы приняли дополнительные меры для ее стабилизации, увеличили количество личного состава на основных направлениях, проанализировали основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий, сделали анализ по видам, по нарушениям. Ну и благодаря тем мерам, которые были приняты, нам удалось к подведению итогов, если можно так сказать, за первое полугодие ряд показателей исправить и вывести их в минус в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось более чем на 5% к аналогичному периоду прошлого года. Если в абсолютных цифрах, то за полугодие 2021 года было зарегистрировано на территории областного центра 321 дорожно-транспортное происшествие. В текущем году эта цифра составляет 304. По раненым также сокращения здесь еще более значимое, более чем на 6%, почти на 6,5% в абсолютных цифрах с 404 до 378. Максимально нас беспокоят два основных показателя, которые остаются у нас в зоне плюс, так скажем, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это количество погибших, мы называем это тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на то, что в мае было зарегистрировано последнее ДТП с погибшим 9 мая, фактически весь май и полностью июнь мы продержались без ДТП с летальным исходом. Но тем не менее, та цифра, которая была сформирована к 9 мая, это 8 погибших против двух за аналогичный период прошлого года, она сохранилась. Поэтому мы наблюдаем вот такой серьезный рост. И вторая цифра, которая вызывает всегда особую тревогу, это рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Да, это дети, то есть в текущем году прирост составляет более 18%, то есть если в прошлом году за первое полугодие 44 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, то по результатам первого полугодия текущего года эта цифра составляет 52. То есть на 8 больше получается. Ну это как дети и пассажиры, так и дети-пешеходы, и дети, которые передвигаются на велосипедах. Да, это в целом, и ситуацию усугубляет разгар летнего сезона, когда большая часть детей находится на улице, предоставлены фактически сами себе, и мы ожидаем, что ситуация будет оставаться сложной и в текущем месяце. Почему? Потому что основная масса пришкольных лагерей, загородных лагерей, основная наполнеемость все-таки это первая смена, это июнь, и сейчас еще больше детей будет на наших улицах и дорогах, и соответственно ситуация, она остается, к сожалению, напряженной. Зачастую ребенок, вернувшись из лагеря, он немножечко отвыкает от городского темпа жизни, от светофоров, от знаков, ему требуется еще какое-то время для того, чтобы освежить эти в памяти навыки и знания, собственно, правил дорожного движения. Да, ситуация довольно напряженная. Если переходить к основным причинам, которые ведут к ДТП с пострадавшими и погибшими, то что здесь в списке в основном? Ну, прежде чем говорить о причинах, мне хотелось бы обозначить еще несколько направлений, которые заставляют задуматься, на которые стоит обратить внимание, потому что они определяют дорожно-транспортную ситуацию, которая складывается на дорогах областного центра. Традиционно это пешеходы. То есть пешеходы всегда составляют треть, чуть более трети всех дорожно-транспортных происшествий, которые фиксируются в течение года и в летний период. К сожалению, это тоже не исключение. Вот буквально сегодня уже снова есть наезд на пешехода. И, к сожалению, в сводках пешеходы, если не каждый день, то через день они встречаются. Поэтому это серьезная проблема. Всего по итогам 6 месяцев текущего года на территории города Кирова зарегистрировано 105 таких ДТП, в которых 3 человека погибло. Напомню, из общего числа 8 и 112 человек получили травму. Если анализировать дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, то основными причинами здесь является непредоставление преимущества в движении пешеходу. Это нарушение со стороны водителей транспортных средств. Как правило, это бывает либо на нерегулируемых пешеходных переходах, либо при выполнении маневра поворот. То есть, когда, допустим, буквально вчера у нас было ДТП на улице Профсоюзной, когда водитель выполнял поворот налево, не пропустил пешехода, который пересекал проезжую часть по линии тротуара, совершил на него наезд, пешеход получил травму. Регулируемый перекресток? Да, перекресток к тому же еще и регулируемый. Вроде бы и водитель выполняет маневр на зеленый разрешающий сигнал светофора пешеход, но там, где нет разделения транспортных и пешеходных потоков, а это новое требование ГОСТ. То есть, это вот фазы светофора, когда горит зеленый человечек для пешехода? Со всех, со всех направлений, соответственно, и пешеходы одновременно идут, машины со всех направлений стоят. Это требование ГОСТ. К сожалению, пока, так скажем, исходя из объемов светофорного хозяйства на территории города Кирова, далеко не все светофорные объекты работают в таком режиме. И поэтому типичной ошибкой водителей на таких пересечениях является то, что он полностью уверен в своей правоте, он двигается на зеленый разрешающий сигнал светофора, особенно когда ему приходится выполнять маневры и успеть освободить перекресток до смены сигнала светофора. Соответственно, не всегда убеждается в том, что в это время пешеходы находятся на проезжей части, либо нет. И вот данная ситуация, которую я привел в качестве примера по вчерашнему ДТП, она является типичной в этих ситуациях. Он еще налево поворачивает при этом, да? То есть, он должен еще смотреть за встречным движением в этот момент. Да, то, о чем я как раз говорю, соответственно, внимание рассеяно на разные направления. Все-таки для водителя наибольшую угрозу представляет транспорт, идущий со встречного направления, куда он и устремляет, в первую очередь, свой взгляд, упуская из виду то, что есть еще пешеходы. Сбоку где-то, да? Где-то сбоку, да. Машина продолжает двигаться и не всегда успевает принять правильное и верное решение. А в данной-то ситуации, что он не заметил пешехода или вот настолько стремился проехать побыстрее, что действительно как-то не обратил внимания? Да, как правило, в таких ситуациях играет инстинкт самосохранения. То есть, я водитель, понимаю, что со встречного направления может двигаться транспортное средство, которое представляет для меня непосредственную угрозу для моего транспортного средства. Поэтому я, стараясь избежать этой угрозы, максимально быстро пытаюсь освободить перекресток. Отсюда происходят вот такие дорожно-транспортные происшествия. Поэтому я остановился на этом примере, потому что, к сожалению, такие ДТП типичны. Ну, я не хочу тут оправдывать, может быть, водителя, но я все равно должна сказать, по моему опыту, что пешеходы тоже не всегда в этот момент убеждаются в безопасности перехода. Ну, то есть, человек идет на зеленый свет, у него психологически срабатывает. Я иду на зеленый свет, здесь вообще машин не должно быть ни откуда. Я больше вам скажу, то есть, как раз, начиная анализ причин ДТП с участием пешеходов, я не случайно начал с водителей, потому что, к сожалению, водители здесь не на первом месте по, так скажем, основным причинам того, что происходит наезды на пешеходов. Очень часто в таких ДТП виноваты именно пешеходы. Вот достаточно сказать такую цифру, что в восьми случаях в текущем году пешеходы переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и в результате попали под колеса. Ну, здесь уже, как бы, даже не та ситуация, о которой мы говорим, когда пешеход переходит либо по нерегулируемому пешеходному переходу, где фактически он пользуется преимуществом, да, либо он переходит на разрешающий сигнал светофора и он должен убедиться все-таки в том, что это безопасно. Но когда осознанно пешеход делает шаг на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, ну, здесь уже, как бы, вот ситуация сама, что в голове, а, к сожалению, к сожалению, ведь такие случаи бывают, когда рядом находятся дети. То есть свои собственные, причем... Они смотрят. Да, они смотрят и их тоже подвергают опасности, потому что ребенок идет со взрослыми. У нас были в предыдущие годы такие примеры, такие дорожно-транспортные происшествия, когда взрослые с детьми пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и оказывались под колесами. В результате страдали в том числе дети. Даже если нет поблизости, вернее, рядом своего собственного ребенка, нужно помнить, что другие дети смотрят. И тоже срабатывает такой инстинкт того, что, ну, раз взрослый пошел, значит можно. Значит можно. Значит можно, да. То есть другие взрослые смотрят, да и чувство собственного самосохранения должно быть, что даже если в какой-то момент времени я не вижу транспортные средства, это не значит, что это совершенно безопасно. Оно вот как в описанной нами ранее ситуации, вчера на улице профсоюзной, неожиданно машина вывернула откуда-то повернула и пешеход, он просто растерялся и вот происходят такие неприятные ситуации. У нас пешеходы не сдают экзамен, к сожалению, на основании правил дорожного движения. Да. А может и надо бы. Ну, это вот вопиющие примеры, вот эти 8 дорожно-транспортных происшествий в текущем году, но, к сожалению, практически все дорожно-транспортные происшествия, которые зарегистрированы на нерегулируемых пешеходных переходах, это сопутствующая вина пешеходов. То есть, когда пешеход, пренебрегая требованием пункта 4.5 правил дорожного движения, который обязывает пешехода убедиться в безопасности своих действий, все-таки выходит на проезжую часть. А убедиться это значит действительно понять, увидеть, что транспортные средства замедляются, да? Совершенно верно, да. Притормаживают перед пешеходным переходом. Ну, тут вопрос вот как раз в том примере, который Михаил Александрович приводит, люди, которые не являются водителями, например, да, они не могут, может быть, даже предположить, что кто-то сейчас второстепенной, условно говоря, улицы, да, будет выворачивать и поворачивать налево. То есть, у них даже мысли такой нет. Они посмотрели на право, посмотрели на лево, дорога вроде пустая. А несмотря на то, что может быть какая-то ограниченная обзорность, какой-то изгиб дороги и автомобиль может появиться там в самый неожиданный момент, очень много факторов. Ну, и здесь следует отметить, что наибольшее количество таких дорожно-транспортных происшествий происходит все-таки с участием двух категорий пешеходов. Это либо дети, либо это пожилые. То есть, дети в силу своей импульсивности, в силу недостатка знаний, в силу физиологических особенностей, когда они не могут правильно оценить приближающуюся опасность. А пенсионеры, в силу того, что, ну, во-первых, они воспитывались и формировались их убеждения в те времена, когда не настолько была высокая интенсивность движения транспорта. И сформировались определенные привычки пересечения проезжей части, и очень сложно их перестроить уже в почтенном возрасте. И в силу некого пренебрежения к вот тем нормам, которые установлены, вроде я человек прожил уже достаточно продолжительную жизнь, у меня большой опыт, и я вроде все знаю, все понимаю. И, к сожалению, вот это играет очень нехорошую, злую шутку с такими категориями пешеходов, и они чаще всего становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий именно там, где вроде бы относительно должно быть безопасно. Ну и тут надо еще, конечно, учитывать то, что и дети, и пожилые пешеходы, на мой взгляд, у них больше риск получить вот серьезные повреждения, да, организма. Но все-таки дети в силу того, что они небольшие, организм еще не сформировавшийся, то есть больше риск такой тяжелой травмы, а пожилые люди уже наоборот, да, тоже со здоровьем могут быть проблемы. Ну, заживает все дольше пожилых людей. Ну, вот, допустим, вот по собственному опыту службы, когда мне докладывают о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, особенно с участием пешехода, первый вопрос, который я задаю, это возраст. Почему? Потому что, вот вы правильно отметили, в силу возрастных особенностей очень сложно пожилым людям выходить из последствий травм. То есть те травмы, которые молодой человек, человек в зрелом возрасте, никаких опасений, по крайней мере, за его жизнь не бывает, при этих же самых травмах, к сожалению, очень часто пожилые не переживают эту ситуацию. Или очень долго реабилитируются. Да, и поэтому вот тоже нужно это учитывать, и учитывать, наверное, не только пожилым людям, а их более младшим родственникам, детям, знакомым, друзьям и так далее, которые все-таки должны разговаривать, разъяснять и так далее своим мамам, папам, дедушкам, бабушкам о том, насколько это опасно. Это действительно не просто громкие слова, это действительно цифры статистики. Так, пешеходы, треть, больше трети даже, да, вы сказали, на них приходится всех дорожно-транспортных происшествий. Следующая категория. Отдельно и более основательно, мне хотелось бы все-таки остановиться на той проблеме, о которой мы уже сегодня так или иначе поговорили, это детский дорожно-транспортный травматизм. Это действительно беда, и беда очень серьезная. Мы очень много на самом деле прилагаем усилий для того, чтобы остановить рост детского дорожно-транспортного травматизма. То есть мы в ежедневном режиме выезжаем в парковые зоны. Мы проводим работу совместно с местными территориальными управлениями на дворовых территориях. То есть общаемся с детьми, с их родителями, с бабушками, с дедушками. Выезжает агитационный автомобиль, показываем различную социальную рекламу, мультики по безопасности дорожного движения. Стараемся привлекать средства массовой информации к этой работе, органы образования, информируем. То есть на самом деле объем работы, который проводится для стабилизации обстановки с точки зрения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, это работа колоссальная проводится. Но тем не менее мы фиксируем постоянно-постоянно ДТП с участием детей. Поэтому мне хотелось бы рассказать сегодня о том, кто чаще попадает, при каких обстоятельствах дорожно-транспортное происшествие, и дать некоторые рекомендации как для детей, так и их родителей, взрослых, чтобы нам совместными усилиями все-таки вот эту ситуацию переломить. Итак, если говорить про анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей, то ровно половина дорожно-транспортных происшествий в первом полугодии – это ДТП, где дети были в качестве пешеходов. То есть 50% ДТП – это также чуть больше, чем в прошлом году. Значит, 27 детей пострадало в текущем году, и 12 из них – это дети, которые являлись пешеходами на пешеходных переходах. То есть именно то, о чем мы чуть ранее говорили. Особенность детей на пешеходных переходах, причем чем младше ребенок, тем эта особенность проявляется более ярко, это то, что дети стараются пересечь проезжую часть как можно быстрее. Бегут? Выбегают на проезжую часть. Инстинктивно, опять же, да. Определенная работа все-таки и дома, и в образовательной организации проводится. Дети понимают все-таки, что это опасно. Соответственно, раз опасно, значит, это сделать надо максимально быстро. И при этом, получается, еще опаснее ситуация. Она касается именно летнего периода – это велосипедисты. То есть 6 детей у нас пострадали в качестве велосипедистов, причем часть из них, опять же, на пешеходных переходах. То есть вот показательный… Переезжали? Да. То есть вот показательный пример у нас был пару недель назад, значит, в микрорайоне Коминтерн, когда в районе образовательной организации ребенок сел на велосипед на территории школы, на закрытой площадке. Мы видим по видео, как он выезжает в ворота школы на велосипеде. И сразу же он начинает пересекать проезжую часть через пешеходный переход. На велосипеде? Да, на велосипеде, то есть не останавливаясь, вот как он сел на велосипед, начал крутить педали, выскакивает на проезжую часть, какой бы ни был водитель, с какой бы реакцией он ни был, но когда я еду спокойно, никого нет, и за 2-3 метра перед капотом машины оказывается ребенок на велосипеде, сделать тут невозможно ничего, потому что транспортное средство… Законы физики не изменить. Да, 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 оно же тяжелое, по имерации оно движется все равно. Ребенок получил достаточно серьезные травмы в этом дорожно-транспортном происшествии. Я не случайно привел этот пример, потому что лето продолжается, продолжаются вот эти, назовем их покатушки, да, это и велосипеды, и самокаты, и так далее, и тому подобное. Другие средства индивидуальной мобильности, они крайне опасны, когда они рядом с проезжей частью. То есть это эффект неожиданности, эффект внезапности как для самого ребенка, так и для водителя транспортного средства, которое оказалось поблизости. Вот, поэтому дети-пешеходы, конечно, это очень серьезная проблема, ровно половина. На втором месте чуть более 37% ДТП с участием детей – это дети-пассажиры. То есть автоматически мы проблему вот этих процентов переводим в вину взрослых. Потому что ребенок-пассажир, ну, от него, наверное, много не зависит. Он зависит от того, кто за рулем. И даже если родители после дорожно-транспортного происшествия объясняют, у нас есть детское удерживающее устройство. Мы приобрели, мы поставили. Ну, вот ребенок там во время движения отстегнулся, мы не заметили, либо он до начала движения не пристегнулся, вследствие чего получил травмы. А страдают чаще всего те, кто как-то нарушает правила использования вот этого детского кресла, да, или нет? Да, почему? Потому что детские удерживающие устройства, они как раз, их основная функция, чтобы ребенок, так скажем, не летел по салону после столкновения, после наезда на препятствии транспортным средствам, и травмы получает ребенок, как правило, именно от части транспортного средства, которое находится внутри салона. То есть не в момент столкновения, а после него получается? Ну, это практически одновременно происходит, да, это доли секунды, мгновения, то есть либо удара панеля, лобовое стекло, если спереди сидит ребенок, если сзади, то это переднее кресло. То есть все это, опять же, нельзя обвинять ребенка в данной ситуации. Я в корне не согласен с теми родителями, которые говорят, мы сделали все, но вот не углядели. Но, извините, водитель управляет источником повышенной опасности, он несет полную ответственность за то, что происходит в транспортном средстве и с его участием. Соответственно, согласно требованиям правил дорожного движения, он обязан просто убедиться перед началом движения, что все соответствует требованиям правил и контролировать в течение движения транспортного средства. И вот эти все объяснения, что я не доглядел, я не усмотрел и не увидел, но это уже как бы попытка оправдать свои собственные действия. Ну, прекрасно понимаю, как родитель, вот мой младший сын, которому 5 лет, взрослеет, самостоятельный становится, когда мы едем. Он говорит, папа, я сам пристегнусь. Я говорю, нет, нет, Артем, давай-ка я тебя сейчас пристегну, и у меня будет на душе легче, да, и все. Злится, но вот пытаясь разговаривать каким-то образом. Я не знаю, конечно, как в городе, но вот часто на трассе, наверное, бывают такие случаи, когда ребенок устает уже там сидеть, дорога долгая, да, и родители иногда снимают, значит, его с этого кресла, садят, не знаю, там, книжки с ним читают, кто-то сидит из взрослых, например, на заднем сиденье. А в городе есть другое объяснение, мы же недалеко. Ну да, мы же близко. На трассе объяснение, ребенок устал, в городе мы недалеко. То есть всегда находится объяснение этому. Но, понимаете, здесь чаще-то всего все-таки мы руководствуемся объяснениями все-таки взрослых, которые находятся в салоне транспортного средства, потому что для того, чтобы нам доказать факт перевозки ребенка с нарушениями, мы должны собрать доказательную базу, и они должны признаться. Но мы понимаем, что ни один родитель, они всегда, нет, ребенок был пристегнут. Но мы по характеру этот травм видим, что такие травмы можно было получить исключительно, если ребенок был не пристегнут. Поэтому понятно, что в данной ситуации водитель избежит административной ответственности. Но ведь нужно думать, в первую очередь, он штрафа избежит, но нужно думать-то о безопасности ребенка, а все-таки не о собственном кармане в данной ситуации. И об этом нужно думать до того, как событие произошло, а не после того пытаться по минимуму выйти из этой ситуации. Слушайте, а вот эти кресла, я просто не знаю, поскольку сама они пользовались, есть там какой-то механизм заблокировать вот этот замочек, чтобы ребенок сам не отстегнулся? Детские удерживающие устройства, сейчас их столько видов и различных разновидностей, что они есть самые разнообразные, есть там, где это предусмотрено, там, где не предусмотрено. Те, которые вместе с ребенком растут и раздвигаются и так далее. То есть все зависит в цене вопроса. Ну, я думаю, что когда на другой чаше весов в жизни и здоровье своего собственного ребенка, ну, говорить, наверное, о первой составляющей не совсем корректно. По собственному опыту могу добавить, что если родитель хорошо отрегулировал вот эти лямки, которые держит ребенка в кресле, то все, ребенок, он вполне себе спокойный. Он комфортно себя чувствует. То есть они ему не трут, главное, да, об этом позаботиться, прям вот хорошо вымереть, чтобы эти лямочки, они его и держали одновременно, и он чувствовал себя, ну, не стесненным, свободно достаточно. Надо будет потом программу сделать про детские кресла. Какие они бывают. И, наверное, уже переходя к вопросу рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, наверное, самое главное – это заинтересованность родителей. То есть не то, как работа организована в школе либо в детском саду, не то количество мероприятий, с которыми приехали сотрудники госавтоинспекции. В первую очередь понимание возможной потенциальной опасности со стороны собственных родителей. Потому что когда родитель сам осознает, насколько это опасно, и понимает, что это не просто разговор, не просто запугивание дяденек в погонах, он все-таки проводит соответствующую работу как с самим ребенком, так и себя держит в определенных рамках, когда он перевозит ребенка, когда он передвигается с ребенком по городу. Самое главное, я всегда об этом говорю, самое главное – это свой собственный пример. Пример правильного поведения. Если будет ребенок видеть, что исключительно по пешеходному переходу, исключительно на зеленый сигнал светофора, исключительно посмотрев по сторонам взрослые, папа, мама, переходят в проезжую часть, у ребенка формируется стереотип правильного поведения на дороге. Это самое главное для ребенка. Когда нет разговоров о том, что ты пристегнись, потому что впереди сотрудники ГАИ, а не изначально пристегнись и запомни, что это норма, так должно быть. Даже никаких специальных каких-то занятий, методических пособий и так далее не надо. Это свой собственный главный пример правильного поведения. Это самое главное. Ну и второе, конечно, ребенку все-таки нужно напоминать, переключать его внимание, в первую очередь, когда он попадает в дорожную среду. Особенно в летний период, потому что у детей, как правило, в летний период забот не сильно много. То есть домашнего задания нет и так далее. Ну, книжки надо почитать, конечно. Да, то есть список литературы есть. Когда-то там. Особенно, когда ребенок собрался погулять, надо не забыть ему напомнить, вот эти элементарные правила на это взрослый потратит одну-две минуты. Но эти одна-две минуты, это не с точки зрения наполнения материала, который ребенок должен усвоить, а с точки зрения переключения его внимания на вот опасную среду. Это крайне важно. Вот это первая составляющая. Ну и вторая составляющая, конечно, когда мы перевозим ребенка, мы должны помнить, что мы в ответе и за него, и за себя, и за всех окружающих. Вот это самые элементарные рекомендации для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Нам пару небольшую паузу, да, сейчас? На перерыве, потом я вопрос задам. Михаил Рябов у нас в студии, начальник отдела ГИБДД по городу Кирову, подполковник полиции. Говорим о летнем травматизме, о безопасности на дорогах. О детях мы начали говорить, и, наверное... О детях и продолжим. И продолжим, да. Про придомовую территорию хотела я задать вопрос. Если мы говорим о психологии родителей, да, и детей, родители часто думают, что если ребенок гуляет во дворе, ну уж тут-то с ним ничего не случится. Он же не пойдется на проезжую часть, на проезжую часть не пойдет, в соседний двор не побежит, будет вот гуляй, но только во дворе. На велосипеде, да, и все. С мячиком. И выглядывают при этом с балкона, да, зачастую, чтобы проконтролировать свое чадо. Но, увы, бывает, все идет иначе. Дворы тоже теперь небезопасны. Вот в моем детстве был двор закрытый, я помню. У нас там, мне кажется, вообще машин не было. Но это было в советское время, там, может, на весь дом было 2-3 машины. Ну, несмотря на то, что у нас по правилам сквозной проезд через дворы запрещен, все равно возникают ситуации, когда могут пострадать дети. Насколько актуально это? Остро стоит проблема, Михаил? Очень был правильно поставлен вопрос с формулировкой... Это нам звукорежиссер сигнал дает. Родители считают. Вот действительно, когда родители считают, так же считают и дети. Потому что, считая, что это все безопасно, соответственно, самоустраняется от том, чтобы напомнить основные правила. При этом дворовая территория имеет очень много факторов опасности. Самый главный фактор – это то, что практически сразу после выхода из дверей подъезда начинается участок, где передвигается транспорт и где он стоит. Это не менее важно, потому что для ребенка, и чем младше ребенок, тем это актуальнее, каждое стоящее транспортное средство – это источник ограничения обзора. Чем больше ограничен обзор, тем меньше видит ребенок, тем меньше видит его. При этом движение по дворовой территории транспорта не запрещено. Ну, за исключением, если это не закрытая дворовая территория, да, у нас таких единиц. Значит, соответственно, ребенок наконец-то вырвался на улицу, наконец-то ему дали самокат, велосипед, и пулей выскакивая из подъезда, он сразу же оказывается в вот этой опасной среде, где его не видно, где он не видит. И очень часто ДТП происходит именно в первые минуты нахождения на дворовой территории, когда ребенок только-только выбежал. Он выбегает для того, чтобы в центральную часть двора добежать. Для этого ему нужно дорожку перебегать, где стоит транспорт, где он двигается, этот транспорт. Соответственно, выбегает из-за стоящих машин, попадает под колеса. Да, есть у нас, правильно было сказано, что есть определенные требования для водителей при движении по дворовым территориям. Это ограничение скорости, это запрет сквозного проезда, некоторые другие. Но мы понимаем, что там, где есть возможность сквозного проезда, там, где есть возможность двигаться быстрее, чем это установлено правилами дорожного движения. Там, где еще жители не положили какой-нибудь бетонный устройство. Очень часто этим водители пренебрегают. Да и нужно понимать, что даже в установленном параметре, если водитель двигается 20 км в час, и он просто толкнет ребенка, но будет совершен наезд, но какие-то травмы ребенок все равно получит. А если он упадет на голову, то эти травмы могут быть настолько серьезными, с которыми ему предстоит жить всю жизнь. Если он выживет еще. Да, об этом нужно помнить, в первую очередь, я опять повторяюсь, родителям. Прежде чем они отпускают ребенка погулять, поэтому дворовая территория, это актуально, это важно, и о них нужно тоже помнить. Еще надо не забыть, что на дворовых территориях часто вот эта вот дорожка, по которой движется транспорт, совмещена с парковкой, и машина, когда выезжает, например, задним ходом, она же тоже ребенка может не заметить. А ребенок в этот момент, он не считает, что машина движется, потому что он же не водитель, он не видит вот эти фонари заднего хода или не понимает, почему они горят. А, кстати, я вот сейчас вспоминаю какие-то картины из своего детства, когда было позднее советское время. Я помню, что, ну, как это сейчас принято называть, социальной рекламой, очень было распространено «Не играй у дороги», «Не гоняй мячик у дороги». Ой, слушайте, а это... Но тогда не было еще вот такого количества велосипедов, самокатов. Сейчас, по-моему, мячики редко встречаются. С мечами я встречаю периодически детей на обочинах дорог, но чаще всего это бывает на... ну, не совсем в центре Кирова. Это, как правило, спальные районы, да. Либо поселок Новый, вот там вот, где дети возле частных домов играют. Ну, здесь нужно, знаете, что понимать, что все-таки чем дальше к периферии, тем больше вот как раз расслабленность всех участников дорожного движения абсолютно. То есть, если в центре города все-таки взрослые дети худо-бедно понимают, что когда машины вот непрестанно идут, я реально глазами вижу, насколько это опасно. Если люди, семья там, условно, живут в каком-то пригороде, в поселке, да, рядом с областным центром, где машин ездит не так много, внимание очень сильно притупляется. И детям позволяется иногда и на проезжей части мяч погонять, и на велосипеде покататься. Да и на мототехнике. Да, и не видя вот непосредственно глазами постоянный источник повышенной опасности, у того же ребенка внимание притупляется, и вот происходят неприятности. И с другой стороны, есть тоже такой фактор и для взрослых. То есть если в центре города все-таки позволить себе управлять транспортным средством бесправнику в состоянии опьянения, есть такие факты, я не отрицаю, но все-таки на периферии этот процент гораздо выше. И поэтому люди неопытные, которые не имеют права управления транспортными средствами, а то и в состоянии алкогольного опьянения с одной стороны, и с другой стороны вот эта расслабленность со стороны детей, пешеходов и так далее, вот оно не делает эту территорию нисколько безопаснее, нежели эта центральная часть и основные транспортные магистрали города. Остается у нас совсем немного времени, буквально пять, чуть больше минут. Вот про мототранспорт я упомянул. Может быть, отметим какие-то основные моменты. Все-таки лето. Участники такие дорожного движения активно видны в городе, да? Их, кстати, больше становится. Да, и я лично замечаю, что и подростки, пренебрегая всеми правилами дорожного движения, садятся на скутеры, на мопеды и тоже пытаются передвигаться, и экипажи ДПС реагируют на это. Ну, вот если позволите, чтобы закончить все-таки тему анализа аварийности, есть еще одна очень серьезная проблема. Мы несколько в этом году улучшили ситуацию в сравнении с прошлым годом по этой проблеме, сокращение на почти 17%, но вклад в аварийность очень серьезный. Это столкновение транспортных средств в основном на пересечениях проезжих частей на перекрестках. То есть в текущем году 132 столкновения за первое полугодие против 158 за аналогичный период прошлого года. Три человека при этом погибло. В прошлом году только один. То есть из восьми три пешеходы и три в результате столкновений. Поэтому, несмотря на улучшение ситуации, все-таки совсем не поговорить об этом нельзя, наверное. И поэтому мне хочется обратить внимание наших слушателей на то, что это серьезная проблема. И почему это серьезная проблема? Потому что на пересечениях транспортные средства едут с разных направлений. И стремясь побыстрее пересечь перекресток, на разрешающий сигнал светофора успеть выполнить маневры и так далее. Водители очень часто торопятся. Из-за ограниченного обзора стоящих навстречу транспорта не замечают тех, кто несется там по соседней полосе. Еще какие-то обстоятельства служат тому, что достаточно серьезные травмы. И иногда, как и говорит нам статистика, люди погибают на перекрестках. Поэтому нужно быть предельно внимательными, несмотря на то, что если этот перекресток регулируется при помощи светофора, это ни в коем разе не ставит водителя транспортного средства в абсолютно безопасное положение. Поэтому соблюдать правила дорожного движения на пересечениях проезжих частей все-таки нужно, и это крайне важно. Так все-таки регулируемые или нерегулируемые перекрестки зачастую фигурируют? И те, и другие, нерегулируемые. Потому что кто-то из водителей, как правило, либо пренебрегает требованиями дорожных знаков, которые установлены. Стопи дорогу тоже. Либо не замечает, либо, опять же, расслаблены в утренние, в ночные часы, когда вроде машин нет, я спокойно лечу. Ну, никого же нет. И в это время такой же самый едет уже по главной дороге, соответственно, который считает, что... Никого нет. Никого нет. Во-первых. Во-вторых, я еду по главной. Поэтому происходит вот серьезное столкновение. А регулируемые как раз из-за спешки в первую очередь, потому что, ну, вот для меня разрешающий сигнал светофора я должен успеть, чтобы мне не ждать там лишние 60 секунд, а может быть и 40. А может быть и минуту, и полторы, да. Да. Ну, все-таки, как бы, здесь разные немножко вещи, да, подождать минуту, полторы, либо попасть в дорожно-транспортное происшествие с самыми серьезными последствиями. Поэтому эта тема очень серьезная, актуальная, важная. И мототехника, да. И мототехника. А сколько они добавляют работы госавтоинспекторам? Если вот так вот проанализировать ту ситуацию, которая происходит сейчас, мы понимаем, что именно летний период – это всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, то в среднем каждые 2-3 дня на территории областного центра происходит дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов. Это достаточно серьезно, потому что, как правило, мотоциклисты получают травмы серьезные. Потому что если в транспортном средстве автомобиль тех, кто находится в салоне, защищает, в первую очередь, кузов, ремни безопасности, подушки безопасности и так далее и тому подобное, у водителя мототранспорта, у пассажира мототранспорта всех этих благ нет. Мало того, на него еще и его мотоцикл потом может упасть. Да, и еще один момент, как правило, у нас это очень высокие скорости. То есть мы видим, что мотоциклисты ездят достаточно быстро. Ну и даже если не быстро, то все-таки вот нужно учитывать то, что степень защиты тех, кто находится на мотоциклах, она гораздо ниже. В каких ситуациях чаще всего в ДТП попадают мотоциклы? Чаще всего это когда их не замечают водители автомобилей. Потому что... Сам мотоциклист ничего не нарушал? Чаще всего да. Вот показательный пример тоже несколько дней назад был у нас на улице Ленина, когда водитель автомобиля поворачивает во двор. Значит, предварительно там посмотрел в зеркало заднего вида вроде бы никого. Нужно понимать, что, во-первых, мотоциклист и так для развлечения серьезно отличается от любого автомобиля. Его сложно увидеть. Во-вторых, он приближается очень стремительно и быстро. Поэтому до начала маневра нужно еще раз посмотреть, еще раз убедиться, что никто тебя не обгоняет, никто не едет по соседней полосе. И вот выполняя поворот на дворовую территорию, не увидел, что по соседней полосе двигается мотоциклист, в результате мотоциклист врезается, получает травму. Очень много таких дорожно-транспортных происшествий, когда действительно водитель автомобиля не увидел мотоциклиста, который выполняет какой-либо маневр. Либо обгон, либо поворот совершается, либо что-то еще, разворот. Поэтому здесь нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения не только водителям мотоциклов. Но мне хотелось бы обратиться ко всем водителям, что лето – это сезон не только детей, перебегающих дорогу, но и это сезон мотоциклистов, которые появляются неожиданно в самых неожиданных местах, в самое неожиданное время, и последствия всегда очень тяжелые. В общем, следи за собой, будь осторожны. Да, но постараемся, что еще два месяца летних они сочетали в себе гармонично и наслаждение от отдыха, и максимально безопасное дорожное передвижение. Спасибо большое, Михаилу Рябову, начальнику ГИБДД по городу Кирову. Мы дневной разворот на этом завершаем.